Октябрьская библиотека номер 2 имени Николая Кузьмича Жернакова представляет художественную выставку «Я люблю Архангельск», посвященную 440-летию города Архангельска. На выставке представили свои работы художники общественной организации «Содействие развитию культуры и искусства. Жизнь». Куратор выставки Елена Артемьева. Художественный образ Архангельска создан на основе живописных и графических работ архангельских художников. Лаконичное название выставки как нельзя лучше отражает все то, что хотели выразить авторы – «Любовь к своему городу». Любовь – это и любование прекрасным Архангельском, и память о его историческом облике, и принятие неизбежных перемен, и умение увидеть прекрасное в настоящем, и волнение за его будущее. В экспозиции представлены не только привычные парадные виды Архангельска, но и неизвестные дворики, маленькие переулки и потаенные уголки города. Все, что привлекает внимание художников, все, что так дорого и ценно Архангелогородцам. Каждая работа наполнена особенным отношением автора – теплотой, неравнодушием, радостью или светлой печалью. Архангельск – уникальный город. Это первый российский порт, тихий провинциальный городок, активно застраивающийся областной центр, уютная гавань. Каждая работа экспозиции обязательно найдет своего зрителя. В 2024 году Архангельск отмечает юбилей – 440 лет со дня основания. Архангельск был основан в 1584 году по указу Ивана Грозного на мысе Пурнаволок вокруг Михайло-Архангельского монастыря, известного еще с XII века. Первоначально новое поселение именовали Новым Холмогорским городом, Новохолмогорами, Архангельским городом. И только после 1613 года город стал носить свое имя – Архангельск. В честь такого важного события и открылась выставка. На выставке представлена работа художника Марины Гудим-Левкович «Три моста». Вот как она представляет свою работу. «Я была во многих городах России, от Мурманска до Владивостока. Но свой родной северный город я люблю больше всех. Меня восхищает наша суровая, она прекрасная, почти арктическая природа с красавицей двиной. Искренне считаю северную двину нисколько не хуже Волги. А на ней я тоже была не единожды. В своей работе я попыталась выразить эту любовь через достаточно яркие краски, не совсем свойственные нашей скромной природе. Для меня Архангельск – это яркий город с множеством фестивалей, концертов, представлений. Недаром же он признан одним из самых культурных городов России. А наши восходы и закаты по яркости красок не уступают закатам над египетскими пирамидами». «Три моста» – это красочная ода нашему городу и огромной северной двине, которая в некоторых местах так похожа на море. Архангельск часто наравне с Санкт-Петербургом зовут северной Венецией. Возможно, именно это сравнение вдохновило меня на создание этой работы. Река – это артерия жизни нашего города, а мосты соединяют географические берега и удивительные судьбы совершенно разных людей. Красочная палитра работы очень разнообразна – от летних насыщенных красок на переднем плане до светлых постельных, почти зимних оттенков в далекой перспективе, как символ перехода от одного сезона или состояния к другому. В выставке принял участие художник Александр Яшков. «Спасо-Преображенский храм на Никольском и места Соломболы часто становятся темами моих творческих работ», – говорит художник. История Соломбольского собора и его прихода неразрывно связана с историей бывшего Архангельского порта и военной корабельной верфи. Первоначальное основание корабельной верфи на Соломболе положил император Петр I в бытность свою в Архангельске в 1693 году. Он по удобству места указал учредить верфь на Среднем Соломбольском острове и сам заложил на нем первый торговый корабль – Святой Павел. С этого времени в Соломболе начали строиться не только торговые, но и военные корабли, и острова, прежде пустынные, оживились, особенно начиная с 1774 года. Вскоре появились вместе с казенными строениями и частные дома, вышедших в отставку и состоящих на службе морских служителей. Образовалась Адмиралтейская слободка, обратившаяся впоследствии целое селение. А еще позже число жителей стало доходить до 12 тысяч человек. С увеличением населения почувствовалась нужда иметь в Соломболе церковь, посвященная церковным служителями. Первоначально строились деревянные церкви. В 1775 году был воздвигнут каменный Спасо-Преображенский собор на средства морского ведомства для военных моряков и работников Соломбольского Адмиралтейства. До 1827 года собор находился в ведении епархиального начальства и назывался Адмиралтейским. Затем в ведении главного священника армии и флота и назывался Морским собором. За время существования храма в нем побывали многие представители императорской династии Романовых. Император Александр, великий князь Константин Николаевич, император Александр, великие князья Алексея Александровича и Владимир Александровича. Собор был закрыт в 1920 году после занятия Архангельска частями Красной Армии. Памятник архитектуры был разрушен в начале 1930-х годов. В сентябре 2014 года митрополит Архангельский Холмогорский Даниил одобрил архитектурный эскиз Спасо-Преображенского морского собора в Архангельске в границах ранее снесенного в 1930 году. Детальный проект разработали весной 2015 года, после чего началось возведение храма. Новый собор отстроил Павел Андреевич Герасимов, директор судоремонтного предприятия в Соломбале, арендующего цеха Красной Кузницы, потомка Адмиралтейства. В 2018 году открылся отстроенный заново храм, расположенный на берегу реки Соломбалки, рядом с местом, где находился собор, разрушенный в советское время. Северный народ создавал Архангельск как столицу своего края. Удивительным городом считал его Лихачев. В своем слове об Архангельске, опубликованном Правде Севера, в 1984 году он оставил великолепные слова о городе. Архангельск и хранитель великой древнерусской культуры, и город-новатор. Он обращен и к европейской культуре, и страж русской национальной культуры в самом центре нашей, самой национальной богатой русской земли. Он обращен к нашему будущему и к нашему прошлому, откуда черпает свои моральные силы. Это город-богатырь на заставе, морской и сухопутной. Важнейшая роль в сохранении культуры и защите северных рубежей принадлежит церкви. История Преображенского собора, названного Морским или Адмиралтейским, как нельзя лучше свидетельствует об этом. На выставке представлены четыре графические работы художника Марии Заверниной. Как и прежде, стоит Архангельск в устье Северной Двины, недалеко от Белого моря. Сквозь Архангельск несет свои тихие мощные воды красавица Северная Двина. Город завораживает белыми ночами, а в темное время года звездными отблесками в белоснежном хрустящем снегу. Темные силуэты домов и людей на светлом фоне белых ночей, и светлый искристый снег и кружева зимних деревьев на фоне темных зимних дней. Графика зимних будней города. Две работы сделаны на берегу Кузнечихи, недалеко от библиотеки имени Жернакова. Еще две работы выполнены в центре Архангельска, на пересечении улиц Логинова и Обводного канала. Рисунок с кранами – это строительство нового дома на месте старого художественного фонда. Сейчас уже там построен дом с адресом улица Логинова, 53. Вторая работа сделана совсем недавно. Она выполнена из окна квартиры художника. На крышах домов лежит мартовский снег 2024 года, а вдалеке идет стройка. Художник Дмитрий Резвый. Архангельск у всех разный, и, как правило, он отражает нас самих. Что есть в нас, то мы видим в городе. Я написал особенно значимые для меня места района, в котором вырос. Вид заброшенного санатория на Воравино-Фактории и образ своего двора. Песню «Живи, Архангельская земля, России север, России гордость» Исполняет Илья Петров, студент 2-го курса Архангельского колледжа культуры и искусства. Песня «Живи, Архангельская земля, России север, России гордость» Над Архангельским краем час рассветный, туманы густые. Но упавшей росой открывают немало красот. Край суровый, славный русский север, Великой России. Деревянные лодки и славный по-морски народ. Тайга и тундра леса, поля, Зима сурово, холодный ветер. Это Архангельская земля. Россия гордость, Россия север, И Соловецкие острова. Взлет космодрома, ракеты, космос. Живи, Архангельская земля, Россия север, Россия гордость. Деревянные храмы, куполами, Ледящими в небо. Взлет космодрома, ракеты, космос. Как в молитве застыли, Хранящие память времен. Здесь леса неопъятны, Волны бывают свирепы. Здесь страны наши верны за спор. Тайга и тундра леса, поля, Зима сурово, холодный ветер. Это Архангельская земля. Россия гордость, Россия север, И Соловецкие острова. Тайга и тундра луга. Это Архангельская земля, Россия север, Россия гордость. Тайга и тундра луга, поля, Зима сурово, холодный ветер. Это Архангельская земля, Россия гордость, Россия север. И Соловецкие острова, Взлет космодрома, ракеты в космос. Живи, Архангельская земля, Россия север, Россия гордость. Живи, Архангельская земля, Россия север, Россия гордость.